Добрый день, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. И сегодня мне хотелось поразмышлять, поговорить на тему ситуации, которая у нас сегодня, сейчас и уже, наверное, две или две недели, возможно, месяц происходит вообще во всем мире. Сегодня у нас 25 марта. Вот такая ситуация у банка. В банк не попадешь. Уже стоим час на улице, пытаемся попасть в банк. Нужно внести деньги за человека. И вот пока не получается. Тут уже час простояли, а перед нами еще 15 человек. Вот стоят, спускают по два человека в банк. И вот толпа стоит. Вчера был курс покупки 3.50, сегодня припал, сегодня уже вон 3.43. Вчера национальный банк провел, видимо, интервенцию, поэтому курс немного опустился. Не знаю, надолго ли. Вот такое сегодня движение. Вроде бы смотришь и ничего не предвещает. Какой-то финансовую, финансовую мировую, как бы панику. Все вроде бы такое живое, все движется. Маршруты, маршруты, правда, нет. Только они автобусы ездят. Но все куда-то спешат, все какие-то дела, работа. Непонятно, куда все едут, когда все закрыто практически. Ну вот, сейчас отъезжали в банк про кредит, хотели там внести деньги на счет. Но приехали туда, там только по полторы тысячи лари можно вносить. А у нас 50 тысяч лари вносить надо на счет. Поэтому по полторы тысячи мы бы там просто упарились, вбивать все эти реквизиты и все это вносить. Поэтому вернулись опять сюда, банков в Джорджии. Вот, у нас не было где-то минут, наверное, 20. В итоге у нас еще 10 человек перед нами. Наш номерок даже еще актуален в данный момент. Вот такая ситуация. Пустой банк, банков в Джорджии. Стоим, ждем нашей очереди. Так как мы по ходу своей работы закрывали какие-то текущие дела, человек просто перечислял деньги. Нужно было эти деньги зачислить на счет застройщика. Поэтому практически два дня, полных два дня я лично провел в одном банке, в другом банке. И вот эта ситуация, которая сейчас происходит у нас здесь, в частности в Батуми, она заставляет размышлять, что же все-таки происходит вообще в мире. Мы не стараемся придерживаться какой-то строгой линии. Мы просто анализируем то, что сейчас есть, то, что происходит вообще в мире. Просто был свидетелем, наверное, того, как власти Грузии с помощью полиции контролируют ситуацию, не дают людям собираться близко друг к другу. В частности, у банков они не дают людям толпиться, потому что вот эта скучность, она, наверное, вредит. У каждого большого крупного банка стоит охрана. Это либо охранник банка, либо это, в частности, как в банковой Джорджии, полиция приезжает на дежурство. И вот целый день она стоит, разгоняет эту толпу. Она просто не дает людям кучковаться. Конечно, очень много здесь зависит от особенностей менталитета, потому что людям не нравится вот это. Они начинают спорить с полицией, начинают что-то им там доказывать. И вот эти вот какие-то постоянные, на мой взгляд, бестолковые, бесполезные разговоры, они только ухудшают всю эту ситуацию и ухудшают вот эту нервозность, которая на самом деле происходит. Можно просто там принять к сведению информацию, отойти. И смысл, зачем вот это вот нагнетать, эту обстановку, ругаться, тем более с представителем полиции, который получил какие-то вводные, получил указания, что ему, как ему, как ему действовать. И он старается на самом деле помочь. А это уже ваше право или там особенность вашего мышления. Верите вы в эту инфекцию или не верите вы в нее? На самом деле нужно просто придерживаться какой-то такой золотой середины, от которой мы и стараемся придерживаться. Мы не паникуем, но мы и не идем на плоду той категории людей, которые на самом деле все отрицают. Мы перестраховываемся, когда надо, надеваем маски. Отрицать, наверное, вот это все, на мой взгляд, это просто глупо. Отрицать то, что сейчас происходит вообще в мире. Можно, конечно, проанализировать вот эту ситуацию. У нас, как вы помните, наверное, полгода назад появилась Грета Тумберг. Какой-то такой первый звоночек, который прозвучал людям о том, что в нашем мире не все на самом деле нормально. То, что там парниковые какие-то эффекты, тают льды. Вся ситуация с экологией, которая у нас сейчас происходит вообще в мире, она не совсем... Экология у нас здоровая, поэтому Земля, она, ну, противится всему тому, что сейчас творит человечество. Ну, это какой-то был такой первый звоночек. Ну, и уже второй уже не звоночек, а уже колокол у нас прозвучал. Где-то он прозвучал уже в декабре, где-то он прозвучал, этот колокол, в январе, где-то уже в феврале месяце. Поэтому мы все сейчас находимся вот в этой информационной, так называемой, войне, потому что вот этот эгрегор, эгрегор вот этого вируса, он, конечно, из нас качает очень много информации, потому что все сейчас мысли, все разговоры, все тексты, которые вы читаете, все по поводу надвигающейся какой-то катастрофы. Закрываются предприятия, закрываются бизнесы, уже, я бы, наверное, сказал, и разоряются какие-то бизнесы. Практически не стало покупателей квартир, в частности, наш вид деятельности, это мы продавали, занимались продажей квартир в городе Батуми. Все, клиентов не стало. В данный момент, допустим, есть покупатели на квартиры, но нет продавцов, потому что продавцы, кто в Италии, кто в Испании, кто в Америке, они физически не могут прилететь на сделку. Или, наоборот, есть продавцы, и покупатели не могут прилететь на сделку. Или такой вариант, даже не вариант, а такой момент, что люди, прилетевшие после Нового года в Грузию, их не допускает юстицию, и сам вот этот процесс регистрации сделки, он не может быть совершен, потому что вот эти все стороны, которые должны присутствовать, они физически не могут присутствовать на сделке. Поэтому намечавшиеся сделки по объектам, они все, можно сказать, сорвались. Но сейчас прочитал сегодня то, что в Убилиси крупнейший агентство недвижимости просто закрывается, закрывает на ключ и уходит в бессрочный отпуск. Сейчас всплывают различные информации по поводу разных моментов, которые предшествовали вот этому, назвать правильно, кризис это или что это, или вот это вот информационный кризис, наверное, который сейчас происходит в мире. Все, наверное, уже читали, прочитали, что так очень символично в штате, в Америке, в Соединенных Штатах Америки, в штате Джорджии есть скрижали, так называемые скрижали Джорджии. В общем, в штате Джорджии, в США, так называемые скрижали, они представляют собой шесть гранитных плит, четыре из которых сориентированы по сторонам света, пятая стоит посередине, а шестая лежит сверху. Интересно, что на скрижалих высечен текст, так называемый заповеди жизни для человечества. Кстати, текст высечен на 12 языках, в том числе и на русском. Интересно то, что заказчики данного памятника не раскрывают своего имени. Этот памятник, эти плиты открыты в 1980 году, 22, по-моему, марта, ровно 40 лет назад. И бытует мнение, что заказчиком является мировое правительство, потому что все эти заповеди, которые там высечены, ну, вы можете их найти в интернете и прочитать. Основные такие тезисы этих заповедей, что пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов человек. Напомню, что сейчас у нас около 8 миллиардов человек. Цель вот этого мирового правительства снизить популяцию населения, сократить население практически на 7,5 миллиардов. Что типа смысл такой, что не будьте раком для земли, природе оставьте тоже место. И судя по последним событиям, очень может быть, что настало какое-то время перемен, время реализации мировым правительством из своего такого глобального замысла. На самом деле все это, конечно, такие какие-то домыслы. Я лично не верю, что какое-то мировое правительство способствовало вот этому какому-то всемирному хаосу по поводу вот этой какой-то неизведанной болезни, которая сейчас у нас. И еще там, кстати, есть такая фраза высечена, что пусть каждая страна сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд только общенародные проблемы. В общем, получается, что сейчас закрывается граница. Закрытие границы, изоляция является чуть ли не единственным способом остановить вот эту данную инфекцию. Мир уже не будет прежним, какой он был до этого. То, что вот в результате этого вируса, данной эпидемии, как ее правильно назвать, отомрут какие-то отрасли промышленности, отомрут отрасли бизнеса, которые до этих событий были довольно-таки успешные, популярные, прибыльные. Можно понять, что сезона в этом году не будет, я думаю, что нигде. Тем более, я не думаю, что запустят авиасообщение в ближайшее какое-то время, если только откроют границы и ориентируются только на тех, кто поедет на своем личном транспорте через границы. Европа не поедет, Иран не поедет, Турция не знаю. Поэтому вся надежда только, может быть, опять же, на россиян, на жителей Украины, которые, возможно, поедут, если откроют границы. Но все это такие, на мой взгляд, пока иллюзии, потому что эти события, которые развиваются, учитывая Испанию, все идет как снежный ком. И мы не знаем, что будет через два месяца, будут ли какие-то послабления, или там весь этот фон уляжется. Но то, что нужно принимать какие-то решения, и нужно, наверное, ужимать свои запросы, ужимать свои кошельки, не тратить деньги на ветер, это уже становится каким-то очевидным фактом, что ли. Конечно, очень, наверное, жаль тех предпринимателей, кто только-только начал свой какой-то бизнес, те, кто взяли в аренду какие-то помещения, сделали ремонты, и надеялись вот на этот сезон, в частности в Батуми, что будет весна, лето, новый туристический сезон, люди поедут и вложили какие-то деньги, также в аренду, в ремонт, в рекламу, и всего этого, конечно, сейчас уже не будет. Я думаю, что и туристическую сферу ждет очень такой масштабный кризис. Все эти глобальные проекты, которые, наверное, во всем мире возводятся, дорогие проекты, их ждет тоже глобальное какое-то снижение спроса. Поэтому, наверное, сейчас нужно сосредоточиться на каких-то более бюджетных, бюджетных вариантах. Если вы хотите, наверное, покупать жилье, то нужно сосредоточиться на каких-то бюджетных, более дешевых вариантах. Посмотрим канал. Женщина-врач, она живет и работает на Тенерифе. По-моему, она из Украины, живет там уже много лет, является педиатром. Очень часто ведет какие-то трансляции. Конечно, у нее эмоциональная подача контента, потому что она врач, она видит всю эту ситуацию, которая сейчас творится, в частности, на Тенерифе, в Испании. Кому интересно, можете ее посмотреть. Канал называется Фанэндоскоп, я укажу ссылку. Это уже на ваше усмотрение, верить, не верить, принимать, не принимать. Можно просто принять информацию и ее уже там у себя как-то в голове переварить. Потому что я уже сказал, что есть очень много противников этого всего, и есть очень много, конечно, людей, которые слишком эмоционально все это воспринимают. Мы все живем вот в этих условиях, учитывая, что мы тоже живем как бы в Батуми. Мы живем не в своей аварийной квартире, и мы ждем тоже улучшения какой-то ситуации. На какой-то ближайший, там, не знаю, месяца два-три, я даже думаю, четыре. Мы пока не видим какого-то вот такого улучшения, потому что не идет, на самом деле, на спад это вот, вот это заболевание. Пока пика еще не достигла. Ну или, по крайней мере, нам там так сообщают. Видите, все там правительство принимает какие-то жесткие меры, которых, я напомню, никогда вообще в жизни, не в мире, на памяти живущих людей такого не было. Поэтому многие эту информацию отвергают, потому что их мозг, он просто не может переварить эту информацию. Такого просто не было. Если возьмете там любые какие-то кризисы, которые были в мире, в Великой депрессии в Америке, не было просто такого вообще закрытия границ вообще во всем мире. Закрывались сейчас эти границы во время каких-то разных войн, там локально закрывались границы, были какие-то военные действия. Ну а сейчас, получается, эти военные действия, они распространяются вообще на весь мир. Те же Соединенные Штаты Америки, которые, можно сказать, уже 300 лет жили в изоляции, и даже их это коснулось, Австралию это коснулось. Ну вообще, все страны это уже касается. Есть карта на Яндексе изменений, ежедневных изменений, число заболевших. В любом случае, эта информация, она уже пришла в наш мир, и мы от нее, если от нее просто отстраняться, но надо быть, наверное, не знаю, не совсем недалеким человеком, что ли. Поэтому принимайте информацию, какая она есть. И еще хотелось сказать, что вот я тут снимаю, хожу, снимаю какие-то ролики по Батуми, появляются какие-то комментарии, я не знаю, люди хотят пропиариться, или что они хотят, я даже не понимаю. Обвиняет меня в том, что я непонятно когда снимаю эти ролики. Ну, даже до смешного прямо доходит, что такое ощущение, что я хожу по Батуми и достаю пачку денег, и всем раздаю, чтобы все просто попрятались по домам, чтобы никого на улицах не было. Ну, прямо у людей какая-то, не знаю, шизофрения, что ли, уже возникает в голове, что как будто это все подстроено, то, что вот я. Я просто вышел из дома, вышел, у меня есть время. К примеру, я пошел там, час времени потратил, полтора часа обошел какие-то улицы, показал, как она есть в данном времени, в данном конкретном времени. Когда ролик выходит, обычно мне какое-то время нужно на обработку этого ролика, я этот ролик выкладываю на следующий день, и, в принципе, видно, я даже говорю, обычно говорю, какая дата, сколько времени, в какое время я вышел из дома. Все это как бы есть, и вот эти комментарии, ну, не знаю, что-то очень странное, конечно. Сейчас вот в это время, наверное, такие накаляются, ужесточаются, все вот эти вот какие-то непонятные страсти-мордасти, как их правильно назвать, совсем неадекватные вот эти вот комментарии, обвинения своеобразные, тоже разные. Ну, в общем, вот в такое время как раз и обнажается вся вот эта вот грязь, вся вот эта чернь, которая вот, может быть, раньше где-то она там плавала, плавала, а вот сейчас она сколыхнулась. Так же с этими собаками, вот, допустим, сегодня выходил, сегодня тоже два часа простоял у банка, и, как на удивление, прям три собаки, вот все два часа три собаки были прямо около банка. Ну, вот я пока стоял, ждал, в своей очереди, дошел до магазина, купил два небольших батона колбасы, порезали их там в магазине, и этим собакам скормил. Да, на меня смотрели как на едиота, вся вот вся толпа, которая стояла, они все на меня смотрели как на чокнутого. Ну, скормил и скормил, поэтому, если вы видите там каких-то собак, ну, вас там не убудет, если вы там три лари, там, или четыре лари потратите на эту колбасу, на корм, ну, там, накормите вы этих барбосов. Ну, да, они кого-то кусают за ноги, там, бросаются вот на этих велосипедистов, которые там мимо приезжают, они их там как-то отшвыривают, но это все-таки барбосы, это, ну, частично дикие, дикие животные. У них свои какие-то инстинкты, свои какая-то там в голове непонятная сумятица, на них обижаться, это, наверное, бесполезно, это как обижаться на стоп, который не горит с фонарем. То же самое. Поэтому будьте благоразумны и давайте жить в мире, как говорится, и согласия. Всем, кому понравилось данное видео, поставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарии. Будем здоровы, богаты и счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!